К нашей теме. Организация материала. Организация материала в проповеди. Проповедь должна иметь организованную структуру. Именно единством, последовательностью организации проповеди отличается от беседы. Я думаю, мы можем пример организации взять еще у Господа. Господь прекрасно и гармонично устроил мир, красиво устроил мир. И это касается как устройства каких-то микроорганизмов, так и устройства всей Солнечной системы. Господь дивно устроил наши внутренности, вы знаете. Возьмите скелет. Наше тело имеет хороший скелет, к которому прикреплены мышцы, жилы. Оно удобно и в управлении, и в работе. И скелет это хорошая иллюстрация плана проповеди. В нашей проповеди есть хороший скелет, должен быть хороший скелет, к которому мы прикрепляем иллюстрации, сравнения, какие-то мысли, связанные с применением и так далее. Возьмите Библию. Библия, можно сказать, это проповедь Бога. Вот разве она напоминает какой-то бессвязный религиозный комментарий? Вот Библия упорядоченная структура. Вот Библия удивительна в своем развитии. Вот возьмите бытие. В бытие показано, откуда все начинается. Мы идем к откровению, видим, как заканчивается история этого мира. В бытие Бог творит небо и землю. В откровении Он творит новое небо и новую землю. В бытие написано, откуда мы появились, в откровении, куда мы идем. То есть Бог здесь показывает организованную структуру. Возьмите отдельные проповеди, скажем, в Библии, в Евангелии. Например, проповеди Христа, Нагорная проповедь. Мы вчера говорили, у нее есть определенная структура. Вот возьмите Моисея проповедь, книга второзакония. Книга второзакония, это проповедь Моисея. Она имеет очень интересную, ясную, но четкую структуру. Вот это проповедь, по которой Моисей обращался к народу. Возьмите проповедь апостола Петра, Деяния 2 глава, как ясно и четко он подводит кульминации. Возьмите проповедь мученика Стефана, как он последовательно излагает какие-то исторические события в жизни апостола. Эти все проповеди отличаются последовательностью, целенаправленностью. Я думаю, что нам надо подражать таким проповедникам. Один знаменитый шотландский проповедник сначала не придавал значения особой структуре проповеди. Он был такой экспрессивный, эмоциональный, и он как-то не считал нужным выражать эти эмоции ясно и четко в своей проповеди. Но позже он изменил свое мнение. Вот и он говорит, я призвала правила своего преподавателя, будучи студентом, но сейчас чувствую, что должен следовать им. Ибо нет ничего важнее, чем логическое впечатление. Именно она должна сделать проповедь значимой и впечатляющей. Мы вспоминали вчера Лютера. Лютер также считал, что проповедь должна быть ясной и четкой. Проповедник должен иметь тему, он должен выбрать определенную тему, он должен рассмотреть ее, он должен описать ее, он должен привести цитаты из Библии, он должен привести пример, сравнение и затем в заключении побудить людей. То есть должна быть ясная, четкая, последовательная структура. И организация материала, в организации материала в проповеди есть большая польза для слушателей, во-первых. Потому что время, отпущенное на проповедь, обычно небольшое. Не знаю, как долго вы проповедуете, обычно 15-20 минут дается проповеднику, чтобы донести ясную информацию. И когда в проповеди есть ясная, четкая структура, она легко укладывается в голове людей, она остается в их сердцах. И в проповеди это более важно, чем, скажем, в книге. Когда человек читает книгу, он может вернуться назад, он может перевернуть несколько страниц. А, я что-то пропустил, вернулся, прочитал, я забыл эту мысль. Но когда он слушает проповедь, он этого не может сделать. Он не может отмотать вас в своем уме. А что проповедь не говорил? Он уже забудет то, что вы сейчас говорите. Поэтому здесь в проповеди важна ясность, последовательность развития мысли. Форма должна быть очень ясной, вести к определенной цели, к кульминации. Когда проповедь передается просто в форме такой собранной, пусть интересной информации, ну как словарь. В словаре могут быть интересные статьи, но они не связаны по теме. Тогда не запоминается эта проповедь. Должна быть связь. В этом польза для слушателей. Ну, польза для проповедника есть в такой проповеди, согласитесь. Хороший план оказывает неоценимую услугу самому проповеднику. Когда вы составите план проповеди, у вас уже почти готова проповедь. Вам самим легче работать над проповедью, если у вас есть план. Хороший план, когда он хорошо продуман, он позволяет сохранить как-то баланс между частями, введение, заключение. Он позволяет проповеднику придерживаться темы проповеди и текста, поддерживает ее память. Он может выйти на кафедру просто с коротеньким планом хорошим, и этого будет достаточно. С ясным, четким планом. И главную роль, мы будем сегодня об этом говорить, больше в организации материала играют пункты проповеди. Пункты проповеди. И задача проповедника, после того, как он собрал весь материал, когда он долго высиживал проповедь, вот он, может быть, это делал неделю, размышлял о проповеди, думал об этом, задача упорядочить все свои мысли. И среднему, обычному проповеднику, вот, необходимо это время. После того, как он долго думал, размышлял, читал Библию, ему необходимо время, чтобы он сел за стол, положил перед собой чистый лист бумаги, или включил компьютер, зависит уже от проповедника, и определил пункты проповеди, скелет проповеди. Каким будет скелет его проповеди? Иногда пункты проповеди содержатся в самом тексте. Например, вот Титу, вторая глава, Титу, вторая глава, где апостол Павел обращается к старцам. Вот эта проповедь, можно ее заглавить так, письмо к старцам. Вот мы берем этот текст, вот и там Павел пишет, чтобы старцы были такими, такими, такими и такими. Там в самом тексте план, там ничего не надо придумывать. Первый пункт, бдительность, второй степенность, целомудрие, здравие. Потом Павел пишет, здравое в вере, в любви, целомудрие. Здесь только остается поработать над отдельными словами, изучить их значение, и проповедь готова. Вот, все. Если мы работаем над тематической проповедью, здесь несколько иначе. Здесь нам надо посидеть, подумать, как нам упорядочить вот эти мысли в тематической проповеди. Допустим, тема нашей проповеди страх. Вот мы бы сделали вот три пункта таких. Что такое страх? Влияние страха, избавление от страха. И здесь логически и последовательно, вот, проповедь работает и представлена, и потом нам легче следовать. Вот если мы составили план, нам уже легче работать дальше над проповедью. Уже половина проповеди готова, согласитесь. Если есть план, половина работы проповеди уже готова. Даже больше, можно сказать. Остальное просто технический вопрос, если у вас есть план. И в этом разделе мы рассмотрим разные виды плана проповеди, разные пункты, и отметим, чем характеризуется хороший план. Вот я много просматривал проповеди таких знаменитых, известных проповедников, таких как Сперджин и другие, и использовал их планы. Они нам могут помочь понять, вот, как строить нам планы. И чем отличается хороший план? Чем отличается хороший план? Ну, сначала начнем, приведем несколько примеров и комментариев разных типов структур. Вот первое, какие бывают планы? Бывают планы библейские. Ну, так называемые, это условное деление. Вот вы встретите, может быть, в словарях или в учебниках по гамилетике, другие определения, это не столь важно. Ну, условное деление. План библейский, ну, я имею в виду здесь, что мы просто берем какой-то текст, ну, как я брал титул, да, и просто следуем этому плану. Ничего не надо придумывать. Просто библейский текст берем и просто выражаем. Например, «Самая великая в мире любовь» вот одна из проповедей, 1 Коринфянам 13 глава. Проповедник берет 13 главу Коринфянам 1, ничего не меняет и просто идет по плану. Первый апостол Павел говорит о важности любви, потом характеристики любви, неизменность любви. И он просто следует этому плану. Просто по Библии. Или «Потерянный Христос». Вот это вторая глава книги Луки, когда, помните, родители шли с Христом в Иерусалим на поклонение, потом шли обратно и обнаружили пропажу Христа. И вот проповедник об этом говорит. Вот это в журнале «Краница життя» нашим я взял такую проповедь. И вот проповедовал он об этом. И он просто последовательно идет по тексту. Он как бы комментирует текст. Вот и по порядку последовательно рассказывает о том, вот как они шли в Иерусалим, как они потеряли Иисуса Христа, вот что они сделали для того, чтобы найти, потом когда они его нашли, что они делали и так далее, и так далее. То есть просто обычное, вот можно сказать, повторение текста. Вот повторение текста. Или вот пример, здесь я уже не привел план сам, проповедь о преображении Александра Карева. Это третий пример. Например, здесь у меня об этом не написано много. Но когда Карев рассказывает о преображении, и он по порядку говорит. Вот как сначала ученики взошли на гору. Вот потом явились Моисей и Илья. Вот ученики спали. Потом они проснулись. И он просто по порядку идет по тексту и пересказывает текст. Вот это один из таких самых стандартных, обычных подходов к работе над планом проповедью. Но есть проблема вот в таком плане проповеди. И основная проблема в том, что в устах среднего проповедника такая проповедь может просто превратиться в пересказ текста. И, наверное, не раз вы слышали жалобы и сами жаловались на некоторых проповедников. Он просто пересказал текст. Он прочитал текст, и он просто своими словами пересказал, и вы ничего не получили. И этот метод хорош, когда им пользуются вот такие даровитые проповедники. Этот метод хорош в группах разбора. Потому что на самом деле комментарий текста это не такая простая вещь, как может показаться на первый взгляд. Ну, кажется, что я перескажу. И некоторые проповедники даже не хотят готовиться серьезно. Я взял план, план по Библии известен, ну и буду по порядку идти и комментировать. Но на самом деле это очень непростое дело. И не всякий проповедник может браться за это дело. Просто пересказывать текст. Хорошо, красиво, умно пересказывать текст. Так, чтобы люди получали великое благословение. Есть, конечно, и преимущество в этом плане. Преимущество в том, что проповедник связан с Библией. Что ты здесь не отойдешь от Библии. Ты уже строго идешь по Библии. И труднее внести какие-то свои идеи в проповедь, чем, скажем, в тематической проповеди. Там проповедник больше уже проявляет свою личность. Здесь он просто следует Библии. Но проблема может быть в том, что проповедник может потерять ясную, какую-то главную мысль, ясность в изложении. То есть не будет главной мысли. И то, что он просто будет пересказывать текст. Вот это проблема с планом, который мы называем условно библейский план. Второй тип плана, назовем и так, тематический. Такие проповеди вы тоже часто слышите в своих церквах. Они используются для объяснения каких-то истин, для содержавшихся в разных пунктах. И они хороши для произнесения доктринальных проповедей. Проповедей на праздники, проповедей в ответ на конкретные нужды людей. Проханов любил такие проповеди. И у него даже была серия проповедей у Проханова на темы духовной географии, например, духовная арифметика, духовная ботаника, духовная психология. И он последовательно изъяснял какие-то темы в таком тематическом изложении. Джордж Уайтфильд, вот одну проповедь тоже пишет, покаяние и обращение. И вот какой его план. Очень простой. Во-первых, что значит не быть обращенным? Во-вторых, что значит быть истинно обращенным? В-третьих, мотивы, почему нужно покаяться, быть обращенным? И в-четвертых, ответы на возражения, сделанные по поводу покаяния и обращения к человеку. То есть берется какая-то тема, обращение, оно рассматривается с разных сторон. Или вот, скажем, опять же, Проханова проповедь. Иисус Христос как спаситель. Вот пять пунктов в его проповеди. Иисус спаситель от неоплатных долгов. Иисус спаситель от суда. Иисус спаситель от цепей рабства и темницы. Иисус спаситель от смерти. Иисус спаситель от заблуждений. Вы, наверное, могли бы сами прямо сейчас придумать какую-то тему, да, и тоже представить какую-то тематическую проповедь на основании вот этого любого отрывка, связанного, да, какой-то. Просто берется тема, и она рассматривается с разных сторон. Ну, можно другие темы какие-то приводить, но мы перейдем к следующему. Еще один план, еще один пример плана. Это так называемый библейско-тематический, когда мы смешиваем. Вот здесь я взял тоже опять проповедь Проханова. Ветхий человек и новый человек о блудном сыне. Вот кто-то из вас отчитал проповедь Сперджина, да, брат, о блудном сыне. А вот проповедь Проханова и план его. И чем отличается эта проповедь, тем, или план проповеди, тем, что он представляет собой комбинацию вот двух планов, типов. С одной стороны библейское, он как бы идет по Библии, но с другой стороны он не идет строго по Библии. Он вносит свои какие-то идеи в план. Вот, например, Проханов, он сначала говорит о ветхом человеке, ветхой жизни. Затем, если идти строго по притче, вы помните, да, надо говорить о том, что блудный сын вернулся и покаялся. Но он говорит о новом человеке и новой жизни, а потом уже возвращается обратно и говорит о том, как ветхая жизнь является новой. И он как бы меняет план самой притчи и показывает, с другой стороны подходит, наверное, для того, чтобы сделать проповедь евангелизационной более, да, чтобы показать вот его евангелизационную направленность. Как ветхая жизнь делается новую, как ветхий человек делается новым человеком. Вот пришел в себя, встану, пойду к отцу моему, сын сказал и увидел, жалился, и затем следует призыв. Вот это комбинация одного и другого плана. Предложенные планы не исчерпывают всего многообразия подходов к составлению планов. Есть другие планы, вот формы. Есть диалог, вот есть монолог или эпистолярная форма, проповедь, притча, проповедь в стихах, может быть, может быть, есть проповеди, которые отрицают вот всякую необходимость составления плана. Вот, например, разные подходы есть к изложению истины. Вот есть, говорят, там, японский или китайский, или славянский подход. Вот если такой западный подход, он такой четкий, к изложению истины. Ну, какие-то четкие пункты идут, один, два, три. Вот, то, может быть, какой-то китайский подход может так выглядеть. Истина постепенно разворачивается. Кстати, это вот то, о чем Спержин писал. Вот у него постепенное разворачивание истины. Он где-то комбинирует здесь и такой план, и такой, и он постепенно идет к истине. Или кто-то даже, проповедник, может вот так проповедовать. Вот, какой-то такой план сложный, такой забернутый. Но это опытный проповедник так может делать. Главное, чтобы он пришел к цели. Главное, чтобы проповедник потом привел к цели. А что, если проповедник сам не знает, куда идти? Если он не знает, где его цель, если он не приходит к цели. Но суть в том, что необязательно жесткого нет такого правила у нас. Именно так делайте. Именно вот таким образом, или таким. Но вопрос, есть разные подходы к изложению истины, к раскрытию. Скажем, восточный подход, он немного отличается от такого упорядоченного западного. Но вопрос, главный вопрос в том, чтобы в конце концов мы пришли к цели. Чтобы мы не были похожи на Ивана Сусанина. Рассказывают, что когда Иван Сусанин привел врагов туда в лес, и они его спрашивали, ну куда ты нас привел? Он говорит, я и сам заблудился. И проповедник часто похож на Ивана Сусанина. Но он сам заблудился. Как он может людей привести туда, куда нужно их привести? Как он может людей привести к познанию истины, если он сам заблуждается? Вот в этом проблема проповедника. Продолжение следует... Продолжение следует...